Завершаем теперь установку Visual Studio Code. Запускаем редактор. Здесь у нас находится вот такая вот левая панель. В первом находятся наши проекты, которые можно открыть. У меня здесь находится на моем рабочем столе несколько папок с проектом. К примеру, я хочу какой-то из этих проектов открыть. Здесь нажимаю на Open Folder, открыть папку с проектом. Выбираю, где она находится на рабочем столе. И здесь я выбираю папку Project. Открываю, выбираю ее. У меня загружается проект. Здесь подтверждаю галочку, что я доверяю этому. Этой папке, в которой находятся эти файлы. Yes, I trust. И нажимаю ОК, подтверждаю. Здесь у меня вот такие вот проекты находятся. Поэтому теперь я не могу пока ничего запустить. Никакой код. Это пока еще не работает. Нужно специальное приложение для этого установить. И здесь вот в левом углу в панели есть специальная среда для приложения. Специальный менеджер для приложения. Здесь у нас находится популярное приложение, которое рекомендуется самим, самой разработкой Visual Studio Code. Можно пока это все закрыть. Здесь что я установил, какие приложения у меня установлены. Пока сейчас у меня ничего не установлено. Здесь переходим на поиск. Переходим сюда на поиск дальше. И выбираем здесь, какие приложения я хочу установить. Для этого переходим опять на страницу GitHub. Здесь переходим к третьему. К настройке Visual Studio Code. И первое. Нам нужен специальный пакет, чтобы запускать код Python в Visual Studio Code. Это специальное приложение, а пакет дополнения называется CodeRunner. Здесь переходим еще раз. Переходим сюда на пакеты менеджер и в поиск создаем CodeRunner. Первый результат это CodeRunner. На него нажимаем. Чтобы установить какой-то пакет, нажимаем вот сюда на Install. Запускается установка и пакет устанавливается. Следующее. Это уже опционально, если вы это хотите установить. Но я рекомендую. Это специально очень хорошая тема для среды разработки Python. Это BlueLock Dark Theme. Вы можете использовать и для других языков программирования. Следующее. Это Material Icon Theme. Это айконы специальные, чтобы все было красиво. Выглядело все оформление. И последнее. Это AutoPay 8. AutoPay 8. Это специальное дополнение для Python, числа для Python, чтобы форматировать код. Делать его намного читабельнее. Если кто-то будет, например, ваш код читать в какой-то программе, чтобы это было все идеально отформатировано. На этом я делаю здесь паузу. Все вот это вы можете установить. И дальше уже переходим к настройкам Visual Studio Code.